я хорошо вас будут слышать я не знаю постараюсь громко говорить да у вас как у всех музыкантов со слухом обычно этого рокеров добрый вечер а кстати вот действительно раз уже мы стали говорить про на слух я-то действительно считал что только рок-музыканта вот андрей вадимович макаревич он просто этого предупреждает что одно правое или левое правое правое у меня правое да ну вас же не громкая музыка вы ведь в каком жанре вы для себя как называете свой жанр я соглашаю вас на наши концерты вот заранее как только вы получите такую возможность физическую то приходите обязательно у нас громко у нас громко несмотря на то что я пою песню про нежную проникновенную любовь все мои музыканты пришли из андеграунда и они играют громко и поэтому подача у нас конечно скажем мягкая несколько иная нежели на альбоме и нам очень интересно вот таким образом экспериментировать и давать зрителю несколько такие вот другие предложения так скажем музыкальные разнообразить для того чтобы это было интересно и слушать и приходить на живой концерт а концертные версии всех номеров отличаются студийных я правильно вас да да конечно отличаются они конечно но потому что для нас это важно для нас важно принести в зал в концертный но моем случае это чаще всего концертные залы принести что-то новое не вот послушать пластинку считаю что можно дома а у нас это несколько по-другому экспериментируем действительно работаем над каждой композиции таким образом чтобы она была интересна именно и визуально да и экспериментально выскали музыканты пришли из андеграунда они же не сами пришли бы их наверно позвали как вообще как вот попадают к певицы максим музыканты то есть как это происходит этот это кастинг это что это до кастинге у нас тем не менее проходит они проходят нас в очень спокойной атмосфере у нас нет жюри знаете с водичкой попивая мы встречаем музыкантов прямо на нашей студии или на базе на репетиционной кстати про про водичку мне очень понравилось чтобы в гостевой когда бы спросили что вам налить чай там или кофе вы сказали водки я понимаю что была шутка шутка юмора а мы на самом деле вы пьете ну конечно же человек почему конечно нет очень многие человеки не пьют совсем да очень многие со всем я боюсь я открою во я боюсь таких людей совершенно во всем абсолютно во всем жизни конечно должна быть мера если это праздник если это новый год то я позволяю себе кал шампанского абсолютно нормально а если это концерт и тем более газ на гастрольный тур то конечно нет в моем случае это и физически невозможно потому что на меня например тот же бокал шампанского повлияет не есть хорошо да да а что есть хорошо для певицы максим что повлияет для меня есть хорошо здоровый образ жизни знаете да я вот стала последнее время много проводить времени когда она есть свободное проводить его в парке рядом с своим домом это недалеко актива фили парк фили в москве и я получаю огромное удовольствие и действительно заряжаюсь такой прям энергетикой я поняла что бегаете или я нет иногда бывает что бегу иногда бывает что гуляю гуляю с наушниками с плеером ну вообще люблю по москве гулять кстати вечерами ночами а поклонники там автографы или вас не оцифровывать когда ночами гуляете во-первых я не веду себя очень вызывающе все мы знаем да что люди опять же моего музыкального стиля они любят вот одеть на себя вот это вот знаете и очки еще вот такие ночью чтобы их не узнавали нет конечно подходит если люди если они узнают то в основном говорят очень приятные какие-то вещи я езжу на метро вечерами когда нет час пика неудобно недалеко от дома и и как-то это удобно в общем сколько стоит проезд на метро сейчас у нас рублей я не повысился за последние дни а то у нас как 28 28 уже не фига себе а когда не на метро на чем ездить она когда я на метро на машине конечно ну машина сводить самолета пока нет сами будете нет сама не вожу я поводила машину две недели так и что что две недели ну я догнала просто впереди впереди едущую машину поэтому в тот момент конечно я поняла моя машина превратилась тогда в такой домик что за машина превратилась дом у меня был знаете такой старинный ужасный додж такой вот я люблю доджи я на доджи езжу да не у меня был какого-то 90 а в этом года 91 что такое было тачка это попало светскую хронику это писали даже да нет конечно нет да да и светские хроники с такими вещами стараюсь по крайней мере очень хоть и очень хочет мой менеджерский состав например осветить историю о том что вот у меня там недавно обокрали квартиру вот вот кажется что это интересно должно конечно это интересно музыканты неинтересно об этом нет но все люди богатые тоже плачут у них тут же обворовывают квартиры и доджи тоже когда нечем рассказать то может быть но да это у нас эксклюзив сейчас был насчет квартиры и лету или это уже где-то звучало эксклюзив наверное так оно и есть что касается машины я в тот момент поняла что я могу быть опасностью поэтому я сейчас пока выбираю летом для себя двухколесные транспорта и на этом останавливаюсь потому что если уж если уж не дано человеку водить автомобили когда у него вот с чувством самосохранения беда то ему за руль не надо вот это я у вас чувством самосохранение проблема серьезная когда вы для себя это поняли ну это я поняла еще в детстве в детстве уже знали словосочетание чувства самосохранения конечно мне мама все время говорила это слово я не понимал долго что она значит но тем не менее она говорила что да и конечно безбашенная совершенно но я как вот мальчишки знаете которые идут куда-то врезаются стоит идут дальше вечно разбитые коленки слава богу сейчас у меня растет дочь и она совершенно не такая она вот прям девочка она очень аккуратная знаете с ней совершенно безопасно например ходить даже на горку вот где-то мама поехать на какой-то картонке из самого этого ледяной того какого-то склона безумного моя четырехлетняя саша может мне сказать мама здесь может быть опасно я туда не пойду и ты туда не ходи а как у александры с со слухом голосом как она на музыку как она реагирует 4 года уже так или иначе реагирует на ну конечно она она активно реагирует она на мамина творчество и на мамина в том числе но вы знаете у нас не было никогда приоритета между скажем в музыкальных например пристрастиях я вот для себя в какой-то момент поняла что у меня все таки как бы мне как маме не хотелось чтобы мы как нам все мамам не хотелось бы чтобы наши дети были похожи на нас все таки это конечно другая личность другая абсолютно и вот мы ставим разную музыку когда мы первые два года ее жизни жили на даче мы ставили виниловые пластинки детские сказки которые простите меня озвучены еще советским оркестром советского союза знаете очень такое теплое какое-то такое настроение у нас было музыкальное сейчас она уже сама конечно выбирает порой полную ерунду полную ерунду это что типа чего давайте сейчас артисты все как обидеть они так так обидеться не будем в общем поет она все все что конечно не лень особенно вот это унца унца это самое доходчивое да 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 мы все-таки не останавливаем я думаю что она будет расти она сама для себя будет ставить приоритет те или иные но я думаю вот наблюдая за ней я все-таки думаю что она музыкантом не будет она все-таки вы не хотите или у вас ощущение что я в этой профессии ничего плохого не увидела за всю историю моего становления поэтому я была бы даже за ничего плохого нет а вот вряд ли она выберет эту профессию что не какой-то вот склад ума что ли видение себя там мира это она совсем другое не такое как ну не понял не понял но несмотря на то что знаете мы очень близки да она по-другому смотрит там она очень многие вещи она очень усидчивая вдумчивая такая целеустремленная что ли вообще у меня конечно же в детстве особенно был такой ветер в голове это сейчас какая-то ответственность еще появляется потому что мама и так далее коллектив большой но я читал что в детстве вы все время тусовались со старшим братом собственной максим это я насколько понимаю псевдоним там две версии есть потому что материнская фамилия вашей мамы максимова 2 что у вас старший брат максим вот откуда это вряд ли от него конечно зависело просто дело в том что у нас в детстве несмотря на то что все остальные братья как-то не очень любят там особенно маленьких особенно сестер собой братья как-то их оставляют у них разные компании по-разному вот у нас была такая ситуация когда брат не водил за руку мама ему полностью доверял он говорил это моя сестренка и никто никогда не мог запомнить как меня зовут поэтому он конечно был максим и все вспоминали вот это максовская сестренка и в итоге я стала как-то постепенно максимом а чем занимается сейчас ваш брат сейчас мой брат воспитывает двоих своих прекрасных сыновей он домохозяин нет конечно они работают с папой сейчас он же с подыскивает еще себе что-то иное потому что у них всегда был общий бизнес они чинят машины в своем гараже они не в шоу-бизнесе нет конечно почему конечно почему конечно потому что но все-таки мой брат он совсем другой опять же у нас вся семья вроде бы все очень близки мы все безумно друг друга любим понятно мы созваниваете каждый день то есть мы знаем друг о друге очень много ну наверное все но тем не менее может пришли им наконец моя мама что самое удивительное педагог пришла к тому что все таки наверное стоит уважать мнение даже своего родного человека но иное мнение вот и отношение просто и отношения у вас опять же читал что в доме у вас звучали битлз и пингфлойд ваш папа слушал эти два коллектива как-то отпечатала вас этом меня нет нет ну конечно нет это понятно вообще музыка мне кажется она должна как-то духовно глобально обогащать до тебя как мы например мы читаем книгу и чем больше мы прочитаем да тем больше мы особенно классику если мы читаем тем больше мы обогащаемся как-то внутренне это же не значит что вот я прочитал например ахматовой написала прям точно такие же стихи да или в том же стиле нет это вот нужно чем больше ты знаешь тем больше ты развиваешься в этом направлении тем больше ты можешь наверное создавать что-то свое ну а творчество певицы максима но сбитался ну понятно что не светит нет нет она обогащает слушатели я в это верю и чем дальше и чем больше я пишу песен тем больше я хочу в это верить и тем больше у меня ответственности я прочитал что вот недавно буквально этой осенью вы стали заслуженной артисткой карачаево-черкесской а почему не татарстана родного вот как вообще это происходит вот каков механизм присвоения вот вот этих званий то есть там же кто-то вас должен был выдвинуть да это же не спонтанно происходит что там собрать все люди скажем а давайте максим сделаем вот заслуженный дело в том что наверное на уровне большой страны как наша да наверное там какие-то процессы очень серьезные существуют на уровне карачаево-черкесской республики в моем случае все произошло неожиданно и понятно что поставили сцену собрали людей то есть город готовился к этому руководство города готовилось но для меня это готовилось как большой сюрприз я приехал туда на очередное мероприятие на концерт на свой и меня попросили заехать но конечно уже заранее потому что я сказал что до концерта я никуда не поеду потому что ну все равно это нужно отдыхать двухчасовой концерт и так и выкладываюсь как могу и конечно вы живой работаете конечно ваше любимое слово конечно я понял что нет 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 это просто вот это на самом деле девиз конечно знаете для удивительно когда артисты вообще спрашивают живьем вы поете или нет но больше больше половины можно либо петь либо вообще не живем потому что это причем не только у нас это какой-то миф что только в россии не уверена что люди ничего не видят вот меня например когда конечно я не буду скрывать когда телевизионные какие-то мероприятия особенно вот пафосные прям да они подразумевают исключительно фонограммное звучание я готова провалиться сквозь землю я я чувствую что это видно но это невозможно сказать может быть вам видно как профессионал я вас перебил вы про карачаево-черкесию не рассказал я приехала на на свой собственный концерт и вот мне попросили в итоге заехать заранее еще на одно мероприятие посетить я приехала вышло руководство города и сказать что меня назначают народной артисткой или заслуженной простите артисткой карачаева черкесской республики это несказанно приятно и очень неожиданно а выдается какой-то не знаю сертификат диплом то есть вот документ конечно выдается удостоверение конечно выдается небольшая денежная премия вполне приемлемая выдается медаль а даже так до медаль и цветы это приятно друзья ну конечно приятно как деньги потратили заслуженные а черкесские я помню что угостила свой коллектив после гастрольного тура а дальше может я как-то не не очень не очень как-то что ли отложила их нас было наверно прям отложить не знаю думать о них там поместить что это те самые деньги нет я думаю что я вполне пошла и купил что-то необходимое а когда в родном городе вы были последний раз совсем недавно была с гастролями да у меня там был очередной концерты буквально неделю назад а вы общаетесь с кем-нибудь из из детства там не знаю со школьными друзьями подругами или у меня их не так много осталось или не так много было и было не так много накопилось немного но опять же повторюсь потому что наверное по себе душа своей компании но только своей своей узкой компании раскрываться прям целиком рассказывать там какие-то сокровенные вещи особенно показывает новую песню не могу даже маме даже так да то есть у вас коллективом получается ближе отношения чем с родственниками потому что коллектив то новую песню наверное знает а тоже не сразу это все как-то я очень много в себе переживаю да понятно но тем не менее меня естественно встречает очень много друзей казани друзей друзья друзей гримерка заполняется огромное количество народу у вас фейсбук я посмотрел там почти 150 тысяч лайков при том что вы не очень активны там никогда не каждый день там нет вас там нет то есть это специально обученные люди да занимаются этим я так понимаю что это просто там передается как это я честно говоря даже не видела свой фейсбук я вам покажу пока какая-то нужная информация для зрителей для агентства может быть думаю что да вот из последнего там кстати выложен ролик с вашим переодеванием на съемках журнала макси вот это не ваш 140 тысяч лайков здесь вот это вот смотрите может и мой знаете у меня их столько честно говоря фейсбуков со мной да и все ваши то есть нет фейков они все фейки все фейки да они просто слава богу большинство из них просто передает информацию либо из твиттера из моего который единственно существует у меня от twitter настоящим я пользуюсь это все что я осиливаю связанные с интернетом я там посмотрел на этой съемки что у вас на на правом предплечье тату да ну не разглядел что и что это происхождение мой трудный возраст мне было 13 лет я сделала себе татуировку очень много раз уже об этом рассказывала должна была быть кошка но мой друг который делал мне собственно вот этот рисунок он сказал ты знаешь если люди делают на плече животных то они обычно бывают несколько похожи на своего хозяина внешне или эмоциональной или передают какой-то взгляд вот есть такое вот поверье знаете кошка не получилось нифига нет да а что получилось кошка из меня не вышла мне кажется что хорек люди в нем в ней видят куница там еще какое-то хищное животное мне кажется хорек а вы знаете я разговаривал с халли берри вы знаете да для голливудская такая звезда девушка бонда она очень верит в реинкарнацию и она очень хотела бы стать хищным животным кошкой ну то типа гепардами или в будущей жизни своей а у вас если бы так вопрос стал во первых вряд ли у меня встал такой вопрос а вторых если просто пофантазировать да не знаю кем я стала бы и кем бы меня поставили там это правильно решается кем-то другим да но было я думаю собакой да думаю да а по знаку вы кто по знаку близнецы и близнецы это лучший знак я как близнецы вам это точно конечно конечно это лучший знак и конечно же я должен спросить про последний или как принято говорить крайний ваш видеоклип на социальную тематику почему вдруг такая тематика то есть это не лирика социалка откуда родилась идея ну и вообще подробнее об этом я буду жить да я буду жить называется эта работа сначала написала песню она все-таки лирично она все-таки про любовь но не к мужчине или к женщине просто она в глобальном смысле про любовь ко всему что эти окружает и во мне это чувство уже именно таким становится вот мы говорили про ответственность эта ответственность у меня проявляется и в таком тот же виде кажется к нам например часто на концерты приходят люди с ограниченными возможностями со многими из них мы дружим уже знаем друг друга телефоны и мы общаемся вовсе не потому что у них там что-то не в порядке что это не так у нас у всех что-то не так но только по другим у каждого свои тараканы там и так далее люди иногда на колясках бывает выдают такие творческие идеи они иногда такие пишут стихи они иногда так рисуют и ведь самое что ужасное что они остаются просто одинокими особенно если это случилось какая-то беда с ней произошла не не в момент рождения в процессе в основном люди закрываются я знаю много таких примеров мы приезжали там в гости к нескольким товарищем к которым приходилось только благодаря интернету общаться они не могут себя выразить потому что нет рядом людей нет рядом друга вот вот все что касается меня например я уверена что это большая часть заслуги конечно тех людей которые меня окружали мои друзья это мои родители это конечно общение не потому что я такая все общительное все везде там раздавала там свои диски я тоже закрытая поэтому мне вот эта тема очень была близка раскрыть вот эта тема вот этого одиночества есть страдают многие особенно большом мегаполисе мне хотелось передать информацию вот этим социальным видео о том что люди не должны быть одиноки но существует то есть что одиночество вообще это удел любого человека с определенным уровнем развития но я с вами согласен что людям как их называют люди с ограниченными возможностями для них наверное это важнее здорово что вы это сделали но и все что вы до этого сделали я тоже считаю что здорово включая в общем-то и ваши коммуникации с моими коллегами журналистами я считаю что все это создает в целом картину Максима картину Максим мне очень повезло с тем что мне никогда не приходилось все таки наступать на свое самолюбие или переоценивать себя вот мне повезло самое главное в том что я себе подаю именно такое какая я приду сейчас скажем домой какая выду на сцену и какая сейчас разговариваю с вами главное оставаться самим собой не врать всегда это чувствуется спасибо вам спасибо